Это очень вкусная и полезная икра из тыквы на зиму. Такую икру можно употреблять не только в качестве закуски, но и как соус к макаронам, курице, котлетам или мясу. Универсальная закуска. Перед вами простой рецепт приготовления икры из тыквы на зиму. Для приготовления я использовал мускатную тыкву. Ее легко узнать по вытянутому телу и ярко-оранжевой мякоти. К тому же она невероятно сладкая. Готовую икру вы можете употреблять сразу, а можете расфасовать по стерилизованным баночкам и оставить на зиму. Эта закуска невероятно хороша, не только с хлебом, но и как соус к мясу, птице или макаронным изделиям. Удачи! В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Застелите противень для запекания фольгой, тыкву промойте, очистите от шкурки, семьяны нарежьте небольшими кусочками, лук и болгарский перец моем и мелко нарезаем, сельдерей и помидоры нарезаем произвольно, чеснок очищаем и мелко режем. Все овощи кладем на противень, посолить, поперчить, добавить тимьян и сбрызнуть оливковым маслом. Далее отправляем противень в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Теперь переложим эти овощи в чашу блендера. Сделайте пюре. Вкуснее тем, кто подпишется. Пюре перекладываем в миску, пробуем на соль. Икру можно переложить в банку и хранить аж до зимы. А можно скушать уже. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Такие продукты будут нужны. Тыква, полтора килограмма. Перец болгарский, две штуки. Сладкий, лук репчатый, две штуки. Чеснок, три-четыре зубчиков. Сельдерей, семьдесят грамм. Помидоры, три штуки. Масло оливковое, сто пятьдесят грамм. Соль, по вкусу. Перец, по вкусу. Тиньян, две чайных ложки. Количество порций, три-четыре. Палец вверх или вниз. Комментируйте, подписывайте. До новых встреч!